Задание, которое меня попросили выполнить для этой сессии, заключается в следующем — верность на кафедре. Мы признаем тот факт, что Джон Маккартур верно занимал эту кафедру на протяжении последних 50 лет. Эта кафедра, на самом деле, все началось с тем, что сейчас называется Чапл, в другом здании, затем переехали туда, что сейчас называется Джим или Фэмили Центр, до тех пор, пока не построили вот это здание и эту кафедру поставили сюда. И это удивительное свидетельство. 50 лет занимать одну и ту же кафедру в этой церкви — это свидетельство верности Божьей к этому человеку и к нам. Если мы посмотрим в более широком контексте на это, то мы увидим, что Джон Нокс, известный проповедник Шотландии, занимал свою проповедь в Эдинбурге на протяжении 12-13 лет. Джон Тен Эдвардс, величайший проповедник Великого Пробуждения, на своей кафедре в Нордхэмптоне, он был 22 года. Жан Кальвин, величайший богослов, согласно Филиппу Мелактону, он на своей кафедре в Женеве 25 лет проповедовал. Мартин Лютер в Виттенберге, примерно 30 лет. Чарльз Хэдден Спержин, король проповедников. 38 лет в Метрополитен Табернакл в Лондоне. Мартин Ллойд Джонс, доктор Мартин Ллойд Джонс в Лондоне. Вестминстерская часовня, 30 лет. И тот факт, что Джон Маккартур был за этой кафедрой 50 лет, на самом деле удивительно. И это 50 лет, и они продолжают отчет. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели сейчас на то, что на самом деле происходило на этой кафедре. Джон Маккартур приехал сюда 9 февраля 1969 года, чтобы начать свое служение проповеди. Он начал с проповедей по Луки 7, главе 14 по 27 стихи, как устроить церковь. Он проповедовал в этот год по римлянам Аввакума, 2 Петра, 1 Петра. В 70-е годы он проповедовал по Евангелию Атеана 78 проповедей. Книга Деяний 103 проповеди. Евреям 43 проповеди. Превосходство Христа 7 проповедей. Второе пришествие Христа, 23 проповеди. Галатам 24 проповеди. Является Библия надежной книгой. 12 проповедей. Бог, Сатана, Ангелы 9 проповедей. 1 Коринфянам 81, последовательная проповедь. Колоссянам 23. Захария 19. Псалмы по средам вечером, 73 проповеди. Харизматическое движение, 12 проповедей. Духовное формирование. Матфея 226 последовательных экспозиций. Даниила 31 проповедь. 1 Тимофея 50 проповедей. 2 Тимофея 46. Даниила 31 проповедь. Римлянам 124 проповеди. Иакова 34 проповеди. 1 Петра 50 проповедей. Это только в 70-е годы. Откровение. 87 проповедей. Истинное поклонение. 8 проповедей. Автономность церкви. 8 проповедей. О небесах. 8 проповедей. О духовном росте. 8. О стабильности духовной. 6. Что произошло с Святым Духом. 6 проповедей. В 90-е годы. 1 Салоникийцам 36. Последовательных экспозиций. 2 Петра 27. Откровение 87. Филимона. 4 проповеди. 2 Салоникийцам 17. 12 проповедей. Титу 24. 2 Коринфянам 96. Экспозиционных проповедей. Любовь Божия. 6 проповедей. Семья. 11 проповедей. Луки 298 экспозиции. Мои близнецы, когда они начали учиться в университете Мастерс в Луке 11 главе, они закончили спустя 4 года в Луке 13 главе. Не потому, что они очень быстро учились. Это просто невероятно. От бытие. С 1 по 11. 49 экспозиций. Марка 85. Теперь мы в 2000-е переходим. Марка 85 проповедей о Ближнем Востоке. 1 Иоанна 42 экспозиций. По 1 Иоанна 44. 2 Иоанна 4. 3 Иоанна 4. 3 Иоанна 4 по Иуде 15. Доктрины Благодати. 10 проповедей. Духовный терроризм. 10. Аргумент в пользу Библии. 5. Примиленаризм. 6. Какого поклонения желает Бог. 5 проповедей. Евреям. С 11 и 12 главы. 12 экспозиционных проповедей. И затем в 2010-е. Дальше Римлянам 8 глава. 12 проповедей. Исайя 53. 10 проповедей. Евангелие Таана. Снова 116 проповедей. Деяния с 1 по 9. 43. Откровения с 1 по 3 главы. 8 проповедей. Затем 1 Коринфянам 15. 6 проповедей. О детях 4. О ваших ответственности по отношению к Церкви 5. Филимону 3. Галатам. Снова 42 проповеди. Социальная справедливость 4 проповедей. Поверх этого отдельные проповеди о Рождестве. Как минимум 50 было таких проповедей на Пасху. Ну, это просто раз в год такое событие, поэтому легко посчитать. 50 проповедей на Пасху. Это по отношению к тем, кто приходит в Церковь только на Рождество и на Пасху. Конференция Шепардса 42. Извиняюсь. 46 конференций. Когда я начал ходить, приезжать на конференции Шепардс, Маккартер полностью проповедовал на этой конференции. Плюс еще к этому есть похороны. Есть свадьбы, чапл, богослужения в семинарии. Также в колледжах или в университете Мастерс тоже есть чапл. Или богослужения для студентов. То есть это тысячи проповедей с этой кафедры. И из этой кафедры, можно сказать, Новозаветный комментарий. То есть, по сути, вся коллекция комментариев на Новую Заветку, на каждый стих из Нового Завета был дан комментарий с этой кафедры. Помимо этого, есть учебная Библия с комментариями Джона Маккартера. То есть все это проистекает из того, что происходило здесь за кафедрой. И мы видим верность на кафедре. После 50 лет верности в проповеди, вот это священное место по-настоящему стало кафедрой для всего мира. И по моей оценке, эта кафедра является самой влиятельной кафедрой во всем мире. Влияние, которое расширилось по всему земному шару, оно просто не сопоставимо с любой другой кафедрой в мире. Поэтому прославим Господа. Прославим Господа за это, за то, что Он совершил. Пожалуйста, откройте свои Библии на 1-м послании Тимофею, 4-й главе, стихи с 13-го по 16-й. Мы будем их изучать. 1-я Тимофея, 4-е, стихи с 13-го по 16-й. Я хочу начать с чтения текста, чтобы вы поняли его, снова повторили для себя. И пусть Господь напишет этот текст на ваших сердцах. 1-я Тимофея, 4-е, начиная с 13-го стиха. Апостол Павел пишет. Пишет своему молодому сыну в вере, Тимофею, Следующие слова. Пишет их с апостольским авторитетом. «Доколе не приду, Занимайся чтением, наставлением и учением. Чтением, наставлением, учением. Не нероди о пребывающем в тебе даровании, Которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, Сем пребывай. Дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. Ибо так, поступая, Из себя спасешь, И слушающих тебя. Когда Павел пишет эти слова, Пишет молодому Тимофею, Который находится в очень трудной ситуации. Он, можно сказать, на глубине и в очень тяжелых обстоятельствах. До этого он всегда находился в тени апостола Павла. И обычно Павел всегда стоял перед общиной. И он был главным служителем. И Тимофей лишь наблюдал за тем духовным лидерством Павла, которое он совершал. Но теперь Павел в Македонии, и Тимофей был послан Павлом в Ефес, чтобы Тимофей там нес служение, и его жизнь подвергается опасности. Он молодой пастор в уже созданной церкви, существующей церкви в Ефесе. Есть лидеры, которые не соответствуют призванию. Поэтому в 3 главе стиха с 1 по 7 Павел говорит, что именно таким должен быть пресвитер. Зачем он говорит об этом? Поскольку таких пресвитеров не было у Тимофея. У него были духовно несоответствующие пресвитеры. Он должен был выстроить свою церковь в соответствии с этим стандартам. Не знаю, были ли вы в таком контексте или нет. Когда мне было 30 лет, я помню, когда я приехал в одну церковь на пресвитерское собрание, когда я зашел туда, на самое первое собрание пресвитеров, я не знал, кто должен говорить первым, как вообще должно проходить это собрание. И когда я был на этом собрании старейшин, каждый из старейшин был в два раза старше меня, и многие из них не соответствовали, некоторые из них даже были неверующими. И я понимаю, в какой трудной ситуации был Тимофей. Я думаю, что многие из вас, кто приехал сюда, можете представить себе, что должен был чувствовать Тимофей, находясь в таких обстоятельствах, когда в церкви было руководство, которое не соответствовало библейскому стандарту. То есть это то же самое, что ехать в гору, пытаясь выстроить библейскую философию служения с людьми, которые не понимают, как должно выглядеть служение. Вдобавок к этому, по всей видимости, были несоответствующие библейскому стандарту дьяконы, и поэтому апостол Павел должен был написать, какими должны быть дьяконы в третьей главе. То есть, по всей видимости, он говорит об этом для того, чтобы Тимофей мог разобрать всю эту путаницу, которая возникла вокруг этих служений. То есть, скорее всего, это было уже в церкви на протяжении некоторого времени, и, скорее всего, они говорили Тимофею, это наша церковь, и мы уже несли это служение до того, как ты пришел. То есть это наша церковь до того, как ты пришел, и будет наша, когда ты уйдешь. Плюс там были женщины, которые достаточно агрессивно себя вели, и которые желали проповедовать Божье Слово, исполнять, нести какое-то руководящее служение в церкви, и поэтому мы видим, как во второй главе апостол Павел пишет Тимофею, что я не позволяю женщине в церкви учить или какую-то власть в церкви проявлять по отношению к мужчине, но оставаться, но молчать. То есть Тимофей в церкви, где есть вот такое устройство, и есть пассивные мужчины, агрессивные женщины, и это все результат грехопадения. Мужчины, которые отказываются от роли лидеров, и в эту нишу занимают женщины, и в итоге получается, что никто не может на самом деле нести руководящую роль церкви, и Тимофей должен был все это разрешать. И поэтому апостол Павел пишет в пятой главе, он говорит о том, что ему нужно делать. Были богатые люди в церкви, которые производили определенные движения в церкви, поэтому Павел говорит, что Тимофей должен будет с ними также иметь дело. Итак, задача, которая стояла перед Тимофеем, мы не знаем, сколько лет было Тимофею, не знаем, то есть, скорее всего, ему было 30 с чем-то, может быть, 35 и больше. Как же ему быть? Что ему делать? Тимофей разочарован в каком-то смысле, он унывает, он где-то, может быть, начинает защищаться, и пытается, возможно, пытается все свести к какому-то некому миру, и апостол Павел говорит Тимофею, что он сказал бы нам, если бы мы оказались в такой ситуации. Многие из нас, кто приехали сюда, многие из нас, кто пасторы, особенно кто молодые пасторы, могут сразу же отождествить себя с Тимофеем и сказать, что да, мы тоже в таком же очень трудном контексте для служения. И вот что Павел говорит Тимофею, и это намного более свежие слова, чем даже завтрашняя газета. Это свежий совет, это не какой-то старый совет, то есть то, что Павел говорит, по сути, следующее. Молодые люди, будьте на кафедре и проповедуйте Божье Слово. Я иду к вам, и до тех пор, пока я не приду, проповедуйте Божье Слово, и пусть Божье Слово все это разрешит, все это решит. Не отказывайтесь от проповеди, все будет хуже. Вы должны проповедовать Божье Слово, провозглашать Божье Слово, и пусть все остальное падает туда, куда ему надлежит упасть. Пусть истина лучше внесет разделение, чем будет объединение вокруг заблуждения. H.B. Чарльз громко сказал «Аминь». Мне очень понравилось, брат, спасибо. Можешь еще выкрикивать какие-то такие... Брат, мне нужно было это услышать. Хочу, чтобы мы отметили кое-что. Говорит, H.B., я не смогу проповедовать, если ты будешь говорить со мной. 1 Тимофея, 4 глава. Давайте посмотрим на этот текст. Это бы послужило исцелением многих болезней во многих церквях. Во-первых, приоритет кафедры. Приоритет кафедры. Павел начинает в 13 стихе, говорит в 13 стихе, что должно быть приоритетом для его проповеди. Это ваша работа номер один, задача номер один. Все остальное второстепенно. Церковь даже не будет знать, как поклоняться, если вы не проповедуете. Вы даже не узнаете, как молиться, если не будет проповеди слова. Церковь не сможет стремиться к святости, если вы не поставите эту планку. Церковь не будет готова к служению, если вы не проповедуете слово. Слово Божие лежит в эпицентре жизни церкви. Мартин Лютер говорил, что Бог правит своей церковью через открытую Библию на кафедре. Господь правит или управляет своей церковью через открытую Библию на кафедре, и это словно престол Божий в церкви. Поэтому Павел говорит, Павел в Македонии, до тех пор, пока не приду, «Доколе не приду». Он говорит, «Сын, доколе не приду, занимайся чтением». Или «обращай внимание на чтение». Это именно публичное чтение, писание, наставление и учение. «Доколе не приду» вот это слово «Доколе не приду», «занимайся чтением». То есть там есть такое греческое слово, которое говорит «обращай на это внимание». В Иоанна 1.1 мы читаем, что слово было с Богом, то есть буквально лицом к лицу с Богом. Вот такое же слово, такая близость проповедника и проповеди, то есть насколько Тимофей должен быть всегда готов исполнять это служение. Он всегда должен обращать внимание на это служение. Это не просто время от времени он должен делать, но он постоянно должен вникать в учение. То есть эта обязанность должна быть всегда перед его глазами. Это активный залог. То есть он должен предпринимать какие-то действия, не просто реагировать на какие-то обстоятельства. то есть он не должен позволять другим людям диктовать ему, каким должно быть его служение, но Слово Божие должно направлять его служение. Это заповедь от апостола Павла, которая исходит напрямую от главы церкви, самого Господа Иисуса Христа. Это не просто предмет выбора, это не совет, это не предложение. Он говорит, «Тимофей, это должно быть твоим приоритетом. Кафедра должна быть твоим приоритетом». То есть он говорит о важной, о первостепенной роли проповеди. И нам это неудивительно. Ни одна церковь не сможет быть возвышенной в своем поклонении, чем проповедь. То есть проповедь, ни одна церковь не сможет вырасти без глубокой проповеди. Как уже было сказано, в первом веке церковь была проповедующей церковью. Один из... Каждый четвертый стих в книге «Деяния» он как-то либо связан с проповедью. То есть мы видим, как люди слушают проповедь. По сути, название книги «Деяния», если вы меня спросили, как стоит назвать ее, это не «Деяния апостолов», это «Проповедь апостолов». Мы все хотим, чтобы наша церковь соответствовала церкви первого века. Тогда необходимо, чтобы в наших церквях был приоритет кафедры. Мы не должны отдавать этого приоритета. Если вы прочитаете «Деяния 2.42», то что там первому помянуто? Что они пребывали в апостольском учении, все остальное проистекало из этого. Общение, молитвы, преломление хлеба, всенародные по домам, пожертвования, когда они продавали свое имение, и Господь прилагал спасаемых к церкви. Что заставило все это происходить? Что задало это движение? Именно апостольское учение, апостольская проповедь. Поэтому, во-первых, я хочу, чтобы вы увидели приоритет проповеди. Во-вторых, хочу, чтобы вы обратили внимание на образец проповеди, поскольку Господь очень серьезно относится к тому, серьезно относится к тому, не только к тому, что вы говорите, но и как вы говорите. И здесь Господь показывает нам, как мы должны проповедовать. Никто из нас не должен заниматься как бы изобретением проповеди, новыми способами проповеди. Нет такого, баптистская проповедь, пресвитерианская проповедь, независимая проповедь, или северная проповедь, южная проповедь. Нет такого, что, значит, зарубежная проповедь, или молодежная проповедь, или проповедь для престарелых, Есть только один способ проповеди, и это именно то, что здесь апостол Павел говорит нам. Это то, что должно происходить. Это некий регулирующий принцип, что такое проповедь. По сути, это шаблон, это некий пример, образец, который мы можем применять к своим собственным проповеди. Это некий обязательный перечень того, что должно быть в проповеди. Если вы отклоняетесь от этого, то тогда вы оставляете истинную проповедь. Итак, три компонента. Вы можете увидеть это в вашем тексте. Очень ясно. Занимайся чтением, то есть это публичное чтение, наставление. И учение. Если что-то из этого выпадает, то это неприемлемо для главы Церкви Господа Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, что это повеление. Во-первых, он говорит, занимайся чтением, то есть читай текст. То есть это публичное чтение Писания. К оригиналу часто здесь добавляется некий комментарий, именно занимайся чтением или публичным чтением. В некоторых английских переводах есть публичным чтением. Но, по сути, чтение в первом веке всегда было публичным чтением, то есть чтением вслух. Ну и, конечно же, речь идет именно о чтении Божьего Слова. То есть вы должны начинать сочтение текста Писания. Вы не выходите на кафедру и начинаете просто шутить. И вы не начинаете рассказывать, что произошло с вами по дороге в церковь. То есть когда вы стоите перед людьми Божьими, Павел говорит, что вы должны... Павел говорит Тимофею, что вы должны публично читать Писание. И он делает очень сильное утверждение, что все, что вы скажете сегодня, оно должно быть выведено из этого текста Писания. То есть мне нечего сказать вам, кроме того, что говорит Слово Божие, кроме этого текста, который перед нами. Этот текст перед нами именно задаст тон, задаст тему всего разговора. Ни культуры, ни религиозные традиции, ничто другое. Но Слово Божье должно стать такой отправной точкой. Поэтому настоящий проповедник — это Бог, а вы — это просто уж глашатый, его уста. Единственная часть богослужения, которую вы можете назвать безошибочной, это публичное чтение Божьего Слова. Все остальное можно неправильно истолковать. Мы не можем даже брошюру церковную без ошибок напечатать. То есть это единственная часть нашего богослужения, которая на 100% безошибочная, неповрежденная. Это весть, когда мы читаем Писание вслух. То есть это говорит о нашей проповеди, что эта проповедь основана на тексте. Помните, знаете вы или нет, в 1545 году, последняя проповедь, которую сказал Мартин Лютер, он сказал мне, вы ищете силу не там. Вы ищете силу в своих мощах, или вы ищете в индульгенциях, в паломничествах, или в посохе Моисея, в молоке Марии. Но Лютер говорит, Бог поместил силу в Библию. Читай Библию. Провозглашай Библию. Это именно то место, куда Бог поместил силу. Поэтому вы начинаете с чтения, чтения текста. Что следует дальше, наставление и учение. И здесь необходимо объяснить, то есть, возможно, публичное чтение Писания нужно понимать как некое чтение, которое сопровождалось комментарием. Это возможно. Чарльз Хэдден Спержин так проповедовал. Он выходил за кафедру, читал практически целую главу, и затем пояснял каждый стих, который он прочитывал в этой главе. Три или четыре стиха он там пояснял, и затем он погружался в текст, брал один текст, раскрывал его и проповедовал богословие этого текста и наставление делал из этого текста. Это один из подходов. Другой подход, когда учение, которое здесь перечислено в 13 стихе, это есть толкование текста прочитанного. То есть, когда вы выводите какие-то доктрины, богословия из этого отрывка Писания. И затем наставление, которое здесь перечислено в 13 стихе, это, по сути, применение, это убеждение, это просьба, это призыв, чтобы люди применяли это в своей жизни. И вне зависимости от того, как вы поймете каждое из этих слов, тем не менее, мы видим, что это составляющие элементы. Давайте перейдем к наставлению. Когда вы читаете текст, вы объясняете текст. Наставление здесь говорит о толковании, об объяснении, то есть поиск авторского замысла у этого текста Писания в его контексте, когда вы внимательно изучаете значение слов и связь этих слов между собой и их связь со всем Писанием. аналогия Писания или аналогия Скриптуры, то есть как этот текст, который мы открываем, как он соотносится со всей Библией. Мы никогда не читаем всю Библию через призму одного текста, но мы читаем один текст и потом смотрим, как он соотносится со всей Библией. И наставление здесь относится к богословию, к принципам, когда мы... И в каждом тексте Писания сокрыто очень много богословия. Есть десять основных разделов систематического богословия, и вам нужно хорошо ознакомиться с каждым из этих десяти разделов систематического богословия. Какие есть подкатегории в каждом из этих разделов? Есть библиология, есть собственное богословие, есть христология, пневматология, ангелология, антропология, гомортиология, сатериология, экклезиология, эсхатология. Вот это основные десять областей систематического богословия, и каждый текст Писания будет каким-то образом связан с этим разделом. Вы можете задать вопрос, что этот текст, почему этот текст учит о Боге, о Христе, о Святом Духе, о человеке, о грехе, о спасении, о церкви, о последних днях или вообще о самой Библии. Поэтому здесь мы видим сделан акцент на учении. Мы должны снова послушать слова Мартина Ллойда Джонса. Он говорит, что такое проповедь? Он говорит, это богословие, зажженное огнем словно. Он говорит, если это без огня, то это неправильное богословие, или, по крайней мере, человек его неправильно понимает. Проповедь — это богословие, которое исходит от человека, который пылает в хорошем смысле, который горит ради Господа. То есть проповедь, она всегда имеет богословское обоснование. Не может быть небогословской проповеди. Послушайте, вы не можете быть спасены даже без богословия. Вы не можете освящаться без богословия, без здравой доктрины. Ллойда Джонс говорит, вы не можете покаяться, если при этом не понимаете доктрину человека, доктрину о грехопадении, доктрину о грехе, доктрину о Божьем гневе. В ответ на грех, когда человек хочет прийти к Богу и отдать Ему свою жизнь, как это возможно, если он не знает, кто он, как можно пригласить его прийти к Господу, если мы не говорим, кто Господь. Итак, проповедь в наивысшей степени носит богословский характер. Поэтому, когда вы проповедуете Божье Слово, друзья мои, вы не просто проповедуете о том, как провести счастливый отпуск. Вы должны читать текст, вы должны объяснять текст, и вы должны выводить богословие из этого текста и дать людям, накормить их мясом Божьего Слова. Затем мы видим учение. Учение, можно сказать, это такое практическое учение. То есть, когда мы все это подводим к сердцу слушателя, когда мы показываем практическую актуальность этой доктрины для их жизни. Вы связываете между собой учение, с тем, где они живут, с какими вопросами в своей жизни они сталкиваются, и как эти истины требуют от них определенного ответа. как они должны жить. Слово учение по сути означает призыв, то есть некий призыв, приглашение. И это слово включает в себя некое ободрение, некую безотложность, убеждение, утешение, обличение исправления, наставления, предупреждения, увещания. Все это включается вот в этот раздел. Другими словами, мы должны утешать и мы должны утешать скорбящих, и мы должны призывать задуматься о скорби тех, кто радуется. То есть и все это должно быть с пламенностью, то есть должно быть некое чувство безотлагательности, что это нужно применять сейчас. то есть когда вы пропадете. Пуритане говорили, что на кафедре должен гореть огонь. И этот огонь, он с одной стороны дает свет, и с другой стороны дает тепло. Должен быть свет, учение, и это учение должно происходить вместе с теплом. То есть это не то или другое, но и то, и другое. я согласен с профессором Джоном Мюрре, который говорил, что если нет пламенности, то нет проповеди. То есть это необходимо, чтобы проповедь Божьего Слова, чтобы убеждения человека выходили из него, когда он наставляет. Арси Спролл, мой наставник духовный, он говорил, что такая пламенная проповедь, он говорит, проповедь без пламенности — это ложь. Ей никто не поверит. Когда вы просто стоите, преподаете, но нет никакого обращения. Но если этого нет, то нет проповеди. Однажды к Мартину Лоуи Джонсу подошли молодые люди и спросили, в чем разница между обучением и проповедью. И Лоуи Джонс с своим таким сухим английским юмором сказал, «Молодые люди, если вы спрашиваете меня, в чем разница между учением и проповедью, то, очевидно, вы не слышали проповедь. Если бы вы слышали проповедь, то вы бы знали, в чем разница». Поэтому апостол Павел здесь призывает Тимофея, чтобы Тимофей знал, что недостаточно просто прочитать текст и объяснить текст, но он говорит, что нужно наполниться газом и загореться, и на кафедре гореть, и призывать, и другими словами, ты не сможешь соответствовать апостольскому стандарту и заниматься тем, что называется проповедью. проповедники, такие как Джонатан Эдвардс и Джордж Уайтфилд и Дэвид Брейнерд, и другие, они были настолько пламенными в своей проповеди, что различные люди, например, в Бостоне, они смотрели на Джонатана Эдвардса, и они с презрением смотрели на Уайтфилда, и Джонатан Эдвардс сказал, «Я верю, что это моя обязанность, чтобы разжигать чувства моих слушателей». Другими словами, некоторые из наших слов не имеют. То есть, истинная Бога, истинная Христа, истинная спасения, они достойны нашего энтузиазма. Кстати, слово энтузиазм происходит от двух греческих слов эн-пеос. Если у вас есть Бог в вашей душе, то будет некий энтузиазм, который соответствует выход. Итак, мы видим эти три компонента наставления, вы объясняете, и учения вы призываете к практике. На одной из первых конференций Шепардс, Джон Маккартор, говорил, что проповедник, экспозитор, это тот, кто в зале суда, он представляет свое дело, он призывает свидетелей, призывает своих свидетелей, он исследует их дело, и затем он исследует показания других свидетелей, и затем адвокат слушает и разбирается это дело. но выслушать свидетельства и посмотреть на доказательства этого недостаточно. Адвокат должен обратиться к жюри присяжных, и он должен быть настолько убедительным в своей презентации, он должен призывать к определенному вердикту, чтобы в сердце тех, которые находятся в жюри присяжных, они поняли, что говорится. То есть мы недостаточно того, чтобы мы просто учили, но важно, чтобы мы наставляли. Поэтому, каким является пример проповеди? Пример проповеди, вы читаете текст, вы обучаете истинам текста, и вы наставляете к практической жизни, и потом переходите к другому тексту. Все очень просто. И знаете, что сложно в этом всем? Сложно сделать по-другому. Вам нужно будет посмотреть все ТВ-программы, восходить на все концерты, посмотреть все журналы, быть в курсе относительно всего, кроме Библии. Это сложно, это трудно. Но знаете, что вы можете делать? Вы знаете, умеете читать, правильно? Просто читайте текст так, как он написан, и затем объясняйте то, что вы прочитали. Ну, конечно же, потребуется изучение, потребуется исследование, что Господь имел в виду, когда Он сказал, конечно же, нужно применение, наблюдение, и когда вы говорите о применении, вы убеждаете, это греческое слово, где патос используется, то есть нам нужно убеждение. 2 Корифянам 5, 11. 2 Корифянам 5, 11. Имея страх Господень, мы убеждаем людей, убещеваем. Я думаю, некоторые из нас настолько боятся Чарльза Финнея, то есть мы уходим в другую крайность. То есть мы думаем, что мы духовные от того, что просто объясняем все сухо и не призываем людей уверовать во Христа. Когда я попросил мою жену выйти за меня замуж, мне нужно было нечто большее, чем просто изучение слов Агапао. Я должен был призвать ее к вердикту, вынести вердикт. По сути, я как будто я говорил ей, выйдешь ли ты за меня замуж? И я думаю, что некоторые из нас слишком горды. То есть у нас нос высоко поднят, и мы не наставляем, и не приглашаем, и не убеждаем. Мы настолько чувствуем себя удобно, вот просто говоря, индикативами, изъявительным наклонением, что мы боимся повелительного наклонения. В проповеди это невозможно. Поэтому я прошу вас, задам вопрос. Учите ли вы богословие? Майкл Риккарти, это был невероятный проповедь. Майкл Риккарти искал сегодня прекрасную проповедь. Словно бомба разорвалась здесь с кафедры. Если вы не слышали, то позор вам. Я уверен, что вы ощущали, то есть было землетрясение здесь на кафедре. Доктрины, богословие. Он изложил доктрину сатериологии таким образом, что нам нужно такое на кафедре. Но затем должно быть наставление. Вот что вы делаете в проповеди. Вы наставляете разум, вы сжигаете сердца и приглашаете волю. Все, что меньше этого, вы тогда не исполняете божественный стандарт. Если вы просто наставляете разум, то тогда вы не проповедник. Вы читающие лекции. Лектор. Лектор. Ваше место в классе. Мы не любим, когда на кафедру такие люди выходят. То есть просто один разум встречается с другим разумом, все, кроме этого, ничего нет. Если это просто сердце к сердцу, то вы тоже не проповедник. Вы, может быть, просто такой духовный мыслитель, мотиватор. Тот, кто занимается просто таким ученичеством. И если только у вас есть что, обращение к воле, то вы законник. Вы просто говорите людям, что делать, не даете им никакого обоснования из Божьего слова. Единственный человек, который должен проповедовать, это проповедник, экспозитор, который обращается и к разуму, и к сердцу, и к воле. Всего два человека там похлопали. Здорово. Прекрасно. Не делайте, Синклер Фергюсон не любит, когда хлопают. Давайте мы пойдем дальше. Третий, давайте перейдем к 14 стих. Третий, это стойкость на кафедре. Обратите внимание, что Павел говорит Тимофею, «Не не ради о пребывающем в тебе дарования». Почему он это говорит? Поскольку Тимофей, по всей видимости, пренебрегал своим духовным даром. По всей видимости, он отказывался от проповеди. По всей видимости, он переставал проповедовать, возможно, стал проповедовать меньше, возможно, пытался просто мир как-то сохранить в церкви, и поэтому проповедует меньше и исполняет все эти обязанности остальные. Однако Павел, как духовный отец своего молодого сына в вере, он говорит ему, так как отец должен поговорить с своим сыном и говорит, «Не пренебрегай духовным дарованиям, которое в тебе». Очевидно, чем является это духовное дарование в контексте это божественное призвание проповедовать Божье Слово. Тимофей проповедует меньше, занят другими делами, другие дела занимают место проповеди, он становится пассивным, и апостол Павел призывает его, и это некий укор, такой кроткий укор, «Не, не ради о пребывающем в тебе дарования». И я думаю, что нам грозит та же самая опасность. Никогда не было в церкви, когда было меньше проповеди, чем сейчас. Мы отказываемся от проповеди в среду вечером, мы отказываемся от вечерних собраний, мы сократили проповедь в воскресенье утром, мы отказались от библейских конференций. В среднем человек из церкви слышит так мало проповеди Божьего Слова в неделю. Неудивительно, что мы такие слабые. Мы словно не родим, подобно Тимофею, дарованиям. И каков результат? Проповедь становится слабее, а не сильнее. Если проповедники проповедуют мало, без увозжительной причины, то их уже в какой-то момент нельзя даже назвать проповедниками. Я думаю, что большинство проповедников никогда даже никогда даже не если они будут проповедовать так мало, то они никогда не смогут научиться проповедовать. Как вы думаете, если вы хотите играть на скрипке, что поможет вам? Много практики или мало практики? Если вы хотите попасть в Карнеги Холл и играть там на этой большой сцене, как вы думаете, вам нужно много практики, много репетиций, или оно вот само как-то пойдет? Если вы хотите поехать в профессиональный тур по гольфу, если все зависело, если бы доход вашей семьи зависел от того, как вы сыграете, как вы думаете, больше практики или больше тренировок или меньше тренировок? Все очевидно. Нам нужно практиковать и не только практиковать, но делать это. Джордж Уитфилд говорил, чем больше мы проповедуем, тем лучше мы проповедуем. Однако сегодня так мало проповедей, которые звучат из уст проповедников. Вам нужно создавать возможности, где вы будете проповедовать. Вам нужно искать возможности для проповедя. Вам нужно занимать, чтобы большая часть вашего служения была занята либо молитвой и подготовкой, либо самой проповедью Божьего Слова. Однако в то же самое время не только проповедь становится слабее и слабее из-за малого количества проповедей, но церкви и общины становятся слабее и слабее, поскольку они сидят под таким... они слушают так мало проповедей. Знаете, что пуритане говорили? Если у вас есть его час в неделю, чтобы посвятить его Божьему Слову, то, что принесет большую пользу вашей душе? Если вы час пробудете наедине с Богом, с открытой Библией, и это, конечно, многому научит вас, или если вы проведете один час под прославляющей Бога христоцентричной проповедью Божьего Слова человеком, который изучал 20 часов этот текст, и который открывал этот текст и применяет его к вашей жизни и наставляет вас, какой из этих вариантов поможет вашей душе больше? И то, и другое действительно принесет пользу, но то, что принесет больше пользы вашей душе, в Буретане говорили, что это именно слушать проповедь человека Божьего, который проповедует Божье Слово, который с Божьей силой и Духом Божьим провозглашает это. Мы нуждаемся в такой проповеди. И он заканчивает, Павел заканчивает 14 стих, которое тебе дано по пророчеству с возложением рук священства или буквально с возложением рук пресвитеров. Можно много объяснять, мы видим несколько пресвитеров, то есть, когда они признают дарование, которое Бог дал Тимофею. И что делает апостол Павел, говоря об этом, он называет, призывает Тимофея вспомнить, что мы возложили на тебя руки. Вспомни. Ты не можешь просто отказаться и уйти. Люди были в твоей жизни, которые душу излили в тебя. Помни тех мужей, которые собрались вокруг тебя, которые отделили тебя для служения, которые научили тебя Божьему Слову, молились за тебя и были с тобой. И поэтому также и сегодня многие из нас должны помнить, кто в нашей жизни сыграл такую роль, кого Господь послал в нашу жизнь. Мы теперь не можем остановиться в нашем забеге. И может быть, вы ослабели уже, и может быть, вы задумаете о чем-то другом. Помните о тех, которые возложили на вас руки и злили свою жизнь в вас. Вы не можете теперь отказаться и дать назад. Четвертый компонент. Постоянство о кафедре. Пятнадцатый стих Павел говорит или занятости. Постоянная занятость. Постоянство проповеди. Пятнадцатый о сем заботься. То есть это значит проявляй заботу. То есть это должно быть решением в твоем разуме. Ты должен постоянно об этом думать. Все, пребывай. То есть ты должен изливать весь свой разум, все свое мышление, думать постоянно об этом. Здесь в одном английском переводе достаточно сложно понять, что имеется в виду. То есть другими словами, пусть это будет постоянно твоей болью. То есть другими словами, пусть это будет постоянно твоим переживанием. Ты должен быть посвящен этому. Потребуется кровь, пот и слезы. Если бы это было легким служением, нам всем было бы легко. Это означает, что нужно предпринимать очень тяжелые усилия вашего разума, вашей души, вашего духа. И затем, помимо этого, мы видим, что апостол Павел говорит... Апостол Павел еще более... Он говорит, пребывай в этом. То есть буквально погружайся, погружайся в это. Другими словами, Тимофей, ты должен быть постоянно окружен этим служением. Это не просто некое дополнение к твоей жизни. Но ты должен быть погружен в это. Ты должен буквально был крещен в это. То есть ты должен полностью предать себя этому служению. Хочу опять же напомнить вам. Все здесь в настоящем времени. Тимофей, ты должен постоянно в этом пребывать. Здесь ты должен постоянно делать это активное действие, а не пассивное. Ты должен готовиться, ты должен молиться, ты должен всегда в этом забеге. Это повеление, чтобы Тимофей всегда в этом пребывал. Другими словами, ваш разум должен всегда думать о проповеди. Это должно доминировать в вашем мышлении. Вы должны снова и снова думать о своей проповеди, думать о том, что вы скажете дальше. А следующей проповеди вы должны всегда читать так, чтобы углублять ваш колодец, всегда молиться, чтобы больше и больше Господь открывал вам значение текста. Это постоянство в проповеди, молодые люди, которые сегодня думают о том, что стоит ли им заниматься служением. Это, по сути, марафон, которому Господь вас призывает. И это потребует героических усилий по Божьей благодати, по силе Духа Святого. Но вам нужно полностью предать себя этому, этому служению. Именно это Павел говорит Тимофею 5. Хочу, чтобы вы увидели прогресс или результат в 15 стихе, в конце. В греческом языке это часть, которая начинается с хина. «Дабы успех твой для всех был очевиден». То есть, вот почему ты должен пребывать в этом. Вот почему ты должен нести это тяжелое служение. Чтобы или дабы успех твой, то есть прогресс твой. То есть, твой прогресс в твоей проповеди, в твоих навыках, чтобы твоя эффективность за кафедрой, чтобы твоя точность в изложении текста, твое понимание богословия, ты должен всегда развиваться и переходить на новый уровень. Чтобы твой прогресс, твой успех и все, что связано с проповедью, чтобы это, он будет очевиден, да? «Дабы успех твой для всех был очевиден». Очевиден означает словно яркий свет, который невозможно не заметить в темноте. То есть, синонимом было бы, что это понятный, что он ясный для всех, очевидный. То есть, ваш прогресс будет всем заметен. Всем. Все, которые войдут в здание, подумают, что люди, которые слушают вашу проповеду, в проповеде, они должны видеть, что вы растете, превращаетесь из мальчика в мужчину, из мужчины в старейшину, чтобы они видели, что вы растете в вашей проповеди Божьего Слова, чтобы любой, который заходит в здание, чтобы он от последней лавочки до первой лавочки мог, любой мог видеть, что вы развиваетесь в своей проповеди. Это значит, что не должно быть за кафедрой никакой посредственности. Должны быть самые серьезные усилия. Вы должны предпринимать такие усилия, чтобы любой человек, который слушает вашу проповедь, замечал ваш прогресс. Вы должны постоянно стремиться к тому, чтобы выйти на новый уровень в своем служении, быть более точным, быть более убедительным, более влиятельным, более доктринальным, более богословским, более пронизывающим, более ободряющим, более утешающим, более кратким, лаконичным. Иногда я получаю звонки от людей, и когда меня приглашают проповедовать на конференции, как я говорил Альберту Моллеру, я сказал, что я проповедовал у вас на Чапалу эту проповедь 20 лет назад. И я прошу своего секретаря, можешь прислать мне мои конспекты проповеди? Каждую проповедь, которую я говорил на этот текст. Затем я их распечатаю, они у меня лежат на столе. Иногда, например, текст, на который я много раз проповедовал. Я проповедую с 48 лет. Я смотрю на эти заметки, которые мне проповедовал, когда мне было 20 лет. Ужасно. То есть практически там никакого мяса на костях нет. Я просто смотрю на это и говорю, у меня депрессия. Я откладываю это в сторону. Смотрю на конспекты, когда мне было 30 с чем-то. Ну, чуть лучше. То есть более целенаправленное. Я не говорю, конечно, все, что можно было сказать. Более точное. Но пока еще не там. Тонкие конспекты. Затем я смотрю на свои конспекты, когда мне 40 лет, я могу видеть прогресс от одного десятилетия до другого десятилетия. И Господь знает, что мне нужно расти в этом. Я просто говорю, первый раз, когда я проповедовал, все, что у меня было, это просто издание такое, «Живая Библия» называется, «Living Bible». То есть это Новый Завет. Там были картинки. Да, там были картинки. Мне дало это сообщество христианских спортсменов. Там была из кожезаменители, там были картины, фотографии различных футболистов и так далее. Все, что у меня было тогда, у меня не было комментариев, у меня не было никаких книг о Библии, никогда не изучал Библии. Первая христианская книга, которую я прочитал в своей жизни, я в баптистском магазине, из всех книг, которые в том книжном магазине. Каким-то образом Бог направил мои глаза на книгу Крисвелла. Почему я проповедую Библию как буквально истинную книгу? Это была величайшая книга, которую я прочитал в своей жизни. То есть она цемент залила в фундамент моей веры. Бетон, вернее, залила в фундамент моей веры. Когда я проповедовал, я даже до этого публично не молился. Пастор сказал, что я уже всем сказал, что ты будешь проповедовать. Я всю жизнь играл в футбол за колледж, и говорил, никогда не проповедовал, даже публично не молился. А пастор сказал, ну, ты должен, по крайней мере, выйти и помолиться публично. И когда я иду к кафедре, пастор говорит, Стив Лоусон, когда я выхожу на кафедру, говорит, Стив Лоусон будет проповедовать. Да. У меня не было конспекта даже. Вот это то, с чего началось мое служение. То есть должен быть какой-то прогресс и рост и развитие и улучшение вашей проповеди. То есть вы должны всегда идти вперед, чтобы выйти на новый уровень. И не можете быть довольными тем, где вы сейчас находитесь. То есть должен быть некое такое святое недовольство или святая неудовлетворенность для того, чтобы перейти на следующий уровень. И, наконец, шестой, освящающее действие кафедры. Шестнадцатый стих. Ничто не освящает и не способствует освящению как экспозиционная проповедь, как библейская проповедь. Павел говорит Тимофею, «Вникай в себя и в учение». «Вникай в себя». Одно слово в греческом языке означает «смотри». «Поддерживай буквально». То есть всегда внимательно следи. «Другими словами, начни с себя». Ты должен проповедовать Божье Слово сам. Ты должен применять то, что ты проповедуешь перед тем, как ты проповедуешь. Ты должен применять Божье Слово к своей жизни, к своему разуму, к своим мыслям, к своим приоритетам, к своим амбициям, к своему выбору, к своему благочестию, к своему личной духовной жизни. Итак, проповедники, вы должны проповедовать, во-первых, себе. Ваше благочестие более важно, чем ваша одаренность. Ваша зрелость более важна, чем ваше служение. Ваш характер более важен, чем ваша карьера. Кто вы более важен, чем то, где вы служите. Ваша чистота более важна, чем ваша проповедь. Ваше отношение более важно, чем посещаемость ваших церквей. Вы должны обращать внимательное внимание на себя и на свое учение, на свои доктрины. То же самое слово, которое мы видели в 13 стихе для учения, для наставления, точнее. Джеймс Монгомери Бойс, великий экспозитор прошлого. Когда я был молодым человеком, однажды написал его письмо и проповедовал, попросил его проповедовать. И я не мог поверить, когда из 10-й Пресвятерианской церкви пришел ответ. Он проповедовал у нас целую неделю римлянам с 1 по 4 главы каждый вечер. Я его возил на завтрак, на обед. Я никому не давал возможность побыть с ним. Джеймс Монгомери Бойс. Гигант. Великий человек. Я снова его пригласил. Он приехал второй раз, проповедовал по римлянам с 5 по 8 главы. Я ездил в Филадельфию, чтобы с ним провести время. Я помню, как он сказал мне. Он сказал, Стив, каждый раз, когда я еду в отпуск, я иду на пляж в Нью-Джерси. Я представляю себе, что он такой в костюме, тройке, на пляже. Не все ли мы об этом мечтаем? Он говорит, беру с собой систематическое богословие на отпуск. И просто читаю это систематическое богословие. Он говорит, невозможно, чтобы он проповедовал такую проповедь на римлянам, если бы он не был так хорошо знаком с систематическим богословием. Поэтому, когда апостол Павел говорит, вникай в себя и в учение, пребывай в этом постоянно. Оставайся в этом. То есть, это все. Занимайся с ним постоянно. Это все, что мы говорили о проповеди. Ваше написание конспекта, ваше редактирование конспекта, ваша проповедь, ваша жизнь. Что все это должно быть в вашей жизни для чего? Чтобы так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Он не говорит о том, что Тимофей не спасется и что он не спасен. Он говорит о более широком понимании этого слова, то есть, это его освящение. И также это слушающий тебя здесь есть. После того, как Тимофей прочитал все это, это истина, которая прошла по всем сосудам его сердца, даже если бы мы не проповеди. То есть, даже если... Для чего важно изучать? Изучать не только для того, чтобы мы... Все это было в нашей жизни, но тем более в жизни других. В 1980 году была первая конференция Шепардс. Моя первая конференция Шепардс была в 1982 году. Я был очень молодым человеком. Только начал пастырское служение. У нас в Чапелл была конференция здесь. Было меньше двухсот пасторов. Доктор Маккартур проповедовал всю конференцию, больше никого не было здесь. И после одной из сессий я вышел из этой Чапелл, из этого здания. Там было маленькое здание. Я туда не смог дойти. Там кассеты раньше продавали. Я туда зашел. У меня вообще не было денег. Я приземлился в LAX. Меня там подвезли, чтобы сюда я мог добраться. Я зашел, купил кассеты, где-то 12 кассет. Это были первые проповеди Джона Маккартера по книге Деяний. И я никогда не забуду вот этот раздел. Это было сделано 4 июня 1972 года. Проповедь Петра на день Пятидесятницы. И доктор Маккартер говорит, очень много всего придумали, чтобы заменить проповедь. Очень много пытаются придумать замен для проповедь. И печально то, что многие позволяют этому происходить. Если вы откроете свою газету, то вместо... Вы просто читаете о различных экстравагантных вещах. О кино, о том, что происходит. И у всего этого есть свое место. Но это никогда не должно заменять сильную проповедь Божьего Слова. Можем много говорить о радиопрограммах, о ТВ-программах, о христианских фильмах, о пьесах и так далее. Но все это, по сути, является для меня неким вызовом, чтобы мне проповедовать так, чтобы люди выбирали проповедь вместо всего вот этого. То есть я хочу, чтобы люди видели приоритет проповеди, и ничто из того, что мне перечислили, никогда не может заменить проповедь. И вот что меня повергло в нокаут. Святой человек, призванный проповедовать, одаренный Духом Божьим, подготовленный в Божьем Слове, нету ничего, что могло бы сравниться с презентацией истины. И если проповедь с этим не справляется, то это не проблема метода, но это проблема человека. Социальная работа может быть важной, но она никогда не компенсирует отсутствие силы за кафедрой. Поэтому я должен задать себе вопрос, говорит Маккартер. Вот такой печальный вопрос. Где же проповедники? Где они? Где величайшие люди, которые проповедуют Божьему Слову? Божье Слово. Их жизни, те, чьи жизни наполнены Божьим Словом, когда, как Спирджин говорит, вместо крови у них Библия течет. Где те, кто проповедуют просто Божье Слово в силе Духа Святого? Где эти проповедники? Где эти мужчины? По Божьей благодати давайте мы будем такими мужьями. Давайте у нас будет пламенная речь. Проповедовать Божье Слово. Мы должны проповедовать экспозицию, а не развлечение. Мы должны объяснять замысел летописи искупления. Мы должны проповедовать истину Божьего Слова. Бог всегда обещал благословить проповедь Своего Слова. У Него есть только один Сын, и Он сделал Его проповедниками. Бог послал пророков проповедовать, Он послал Иоанна Крестителя проповедовать, послал Иисуса проповедовать. Он учил проповедников, отсылал их на проповедь, и именно таким является пример, как работает Бог. Братья, давайте будем проповедовать Божье Слово. Пожалуйста, пока не расходитесь. Стив Лоуссен, я очень люблю Ваши проповеди. Пламенные. Стив Лоуссен говорит, что важно, чтобы в этот час проповедники восстановили высокое представление о Боге, то, которое меняет жизни. Все это может произойти только тогда, когда пасторы снова будут видеть Бога в Его ярчайшей святости, Его абсолютной сверенности, когда Божья превосходящая все слава захватит душу проповедника. Непламенная проповедь, сухая проповедь, это подобно лаодикии. Она ни на что не годна. Во многом смысле. Не всегда, но во многих ситуациях. И в современное время мы особенно должны часто думать об этом. То, о чем говорил Стив. Аминь. Помолимся, чтобы нам быть таким, пожалуйста, помолитесь лично в своем сердце, чтобы Господь помог вам быть таким человеком. Помоги мне, Господь, отреагировать на это, это чтобы моя кафедра стала вот этим местом, где горит огонь. Помоги мне понимать, иметь такое высокое представление о святости, чтобы у меня было такое ясное понимание Твоего превосходства, Господь. Господь, так мы молимся. Господь, мы просим, чтобы силой Духа Святого Ты Сам сделал нас способными вернуться к кафедрам, на которых мы проповедуем, чтобы люди могли сказать, что они слышат Божье Слово. Мы просим Тебя, чтобы Ты наши сердца настроил на такое служение, чтобы оно повлияло на наше понимание Твоего Слова и на провозглашение Твоего Слова, чтобы жизни менялись в вечном смысле. Во имя Христа мы молимся. Аминь.